всем привет вы на канале поехали с нами и сегодня у нас обзор отеля nobia aqua beach фургаде заходим на ресепшн отель находится достаточно отдаленном месте вокруг пустыня магазинов всяких прогулочных улиц ничего такого здесь нет отель крайний за ним в ту сторону уже пустыня уехать можно только на такси вот там можно взять такси и до города но до того места где есть магазины от 6 долларов туда-обратно до 15 в зависимости от того куда вы поедете как договоритесь итак сейчас середина декабря вот можно посмотреть погоду но это ресепшн здесь фонтан 7 утра поэтому мало людей и ничего не работает но мы с вами любим это время для съемки обзоров ресепшн небольшой здесь есть кафе с платными напитками это бар платный наверное единственный платный бар в этом отеле поэтому просто не ходите туда и сейчас мы поднимемся посмотрим ресторан уже начался завтрак главный ресторан находится на ресепшне на втором этаже проходит завтрак обед ужин завтрак уже начался питание в отеле ну сразу скажу да отель достаточно бюджетный особенно вне сезон цена замечательная поэтому придираться я бы не стала питание соответствует отелю мое мнение платные фреши линия раздачи но ресторан неплохой возможно в сезон здесь будет немножко какое-то скопление людей возле еды завтрак стандартный яичница блинчики посадочных мест много линия раздачи есть здесь и с другой стороны сейчас не сезон поэтому еда только здесь в сезон когда людей больше вот с той стороны где написано панорама sunset тоже есть линия раздачи поэтому скорее всего даже в сезон здесь можно будет всем поместиться вот столики также есть и здесь сейчас вообще людей очень мало поэтому можно найти всегда свободный чистый стол обслуживание приятное собирают напитки вы берете в баре самостоятельно иногда официанты приносит но по желанию официанта я бы сказал или если вы попросите когда нет большого количества людей вполне комфортно самому сходить все взять что тебе нужно не ждать официанта мы выходим уже на территорию отеля и здесь направо от выхода есть бар это круглосуточный бар здесь можно взять напитки чай кофе все время работает вот здесь самостоятельно можно сделать и на баре алкогольные напитки вечером здесь все собираются потому что ну как бы скучно на помещение где проходит анимационные представления и собрание персонала вот сейчас вот в отеле есть рестораны а-ля карт сейчас под запись работают два китайские и итальянские записываться нужно заранее китайские снаружи он при входе не посмотрели при входе в отель вот здесь еще ресторан токио и фишхаус фишхаус работает постоянно как платный мы были вчера а вот итальянский итальянский еще запишемся были в китайском напитки платные то есть вы записываетесь в ресторан получаете бесплатно по меню еду и любые напитки уже за деньги ну можно брать можно не брать вот здесь вечернее барбекю каждый вечер здесь тоже можно покушать но чуть-чуть конечно меньше ассортимент чем в главном ресторане выходим расположение внутри отеля это корпуса по обеим сторонам справа и слева как вы видите и по центру бассейны корпус вот 2524 ну вот конкретно по этой стороне 23 и так далее но лучше конечно особенно если не сезон и людей немного брать номера вот в этих корпусах поближе вот building 19 entrance 25 написано это здание и вход дальше будет entrance 24 можем в двадцать третьем бассейн первый от ресепшена с подогревом сейчас середина декабря это особенно актуально он теплый то есть действительно хороший подогрев в него можно купаться погода скажем так нам повезло что еще приятного там от отеля расположение мне кажется не так ветрено за счет вот такого расположения отеля между двумя корпусами номера корпусах выходят частично к бассейну естественно да и часть будет выходить на улицу лучше конечно это наш номер поэтому вот с подойду номер в отеле nubian aqua beach resort пор года номер в корпусе 23 здесь четырехэтажные корпуса и номера идут номер корпуса и по этажам 23 08 находится на самом нижнем этаже всего этажа 4 но нулевой 1 2 3 номер а мы получили доплатив заранее заселение 20 долларов номере чисто мыльные принадлежности душевая кабинка с небольшой ванны ну как ванной до вместо чтобы постоять я в общем-то в отелях задушевые кабинки небольшая фен есть конечно же шкаф шкафу есть сейф и вот такой большой вытянутый номер три кровати у нас четверо семья на бронировали мы стандарт поэтому нам сейчас еще одну кровать доставят в номере вода по бутылочке на каждого человека добавляют чай кофе чайник постели убраны постельное белье средние ну я считаю мы приехали сегодня отель соответствует своему своей цене небольшой диван я думаю уберут поставят туда еще одну четвертую кровать телевизор телевизор мы никогда не смотрим и вот преимущество нашего номера в том что находится он на первом этаже рядом с подогреваемым бассейном мои детишки и вот можно сразу выйти к бассейну здесь много людей потому что бассейн подогреваемый конечно номер нельзя закрыть со стороны балкона поэтому в любом случае кто-то один должен закрыть номер балкон изнутри и выйти наружу вот такой небольшой номер чисто не воняет стоит пепельница и так понимаю можно курить но к счастью никто здесь не курил все что нужно для того чтобы переночевать и покупаться нам нравится наш номер близко от ресепшена рядышком с подогреваемым бассейном здесь проходит анимация анимация в отеле не навязчивая скажем так вот бар возле каждого бассейна есть бар сейчас еще раз повторю не сезон поэтому люди все собираются возле подогреваемого бассейна близко от ресепшена хороший бар здесь все есть пьют в основном мы хорошо мы в основном пьем пиво по поводу других напитков ничего не могу сказать как все и говорят они не очень хорошего качества в египте но кто зачем приехал расстояние от ресепшена до пляжа ну достаточно большое вот здесь внизу спа и тренажерный зал мы не будем спускаться небольшой тренажерный зал и спа кто любит мне кажется в египте это не самая востребованная процедура среднего качества но если очень хочется можно сходить часть отеля отель поделен на две части да одна это гостиница там где живут люди у которых все включено да когда вы покупаете пакетный тур и вторая часть это апартаменты здесь можно снять апартаменты и жить просто как ну как квартиру да то есть без питания без ничего можно самостоятельно приехать и снять апартаменты это вот эти корпуса которые уже ближе будут к морю и там можно жить сняв апартаменты я думаю на букинг и если вы будете искать нубия аква бич апартаменты то такая возможность тоже есть вне сезон когда цены на пакетные туры достаточно низкие я думаю что это не актуально а в сезон скорее всего очень много людей так делают вот такие огромные шахматы можно поиграть бассейны которые уже дальше и не подогреваются мои бегуны они пустуют но тем не менее очень чисто вот уже идут люди убирать каждый день очень много людей убирают вот еще один бассейн мы прошли если считать 1 бассейна подогреваемый вот маленький бассейн вот сейчас такой большой бассейн но он без подогрева поэтому зимой конечно тут людей нет но место очень много для даты слежаков очень много поэтому в сезон я думаю совершенно не проблема разместиться и возле каждого бассейна есть бар что удобно еще раз хочу сказать что обслуживание очень приятно все официанты бармены улыбаются стараются и это приятно не все отели египта отличается приятным обслуживанием зелени на территории отеля она есть но в процессе то есть я думаю что через годик будет прямо еще больше но пока еще один ресторан по записи барбекю но сейчас предлагают записаться только в итальянский и китайский я думаю связано с тем что не сезон мало людей мало желающих мы были в китайском вчера было четыре столика одновременно только занято вот но скорее всего в сезон здесь много людей вот у нас четвертый бассейн рядом с детской зоной ну и соответственно бассейн маленький опять же сейчас все возле подогреваемого бассейна поэтому днем здесь точно так же людей нет но что приятно если вы хотите загорать в тишине пожалуйста приходите к любому из этих бассейнов и никто не нарушит ваш покой здесь бара нет потому что бассейн рядом с детской зоной детский клуб мои дети уже взрослые поэтому ничего не могу сказать по поводу работы детского клуба он есть детей привезти сюда можно и конечно я думаю в сезон когда людей много то детей соответственно много вот рядышком маленький бассейн все компактно многие в отзывах пишут что очень далеко прям идти до моря но я бы так не сказал но если мы берем в расстояние напомню это километр это от ресепшена до пляжа мы проходим но это совершенно не напрягает и я как бы всем предлагаю в принципе ходить это хорошо особенно в отеле по концепции все включено когда большую часть времени кушать вот с обратной стороны детская площадка она не небольшая но и детей я тут не видел скорее всего потому что сейчас их немного и вот последний бассейн перед аквапарком это глубокий бассейн ну кстати все бассейны с глубокой частью вот большие самая глубокая часть метр восемьдесят ну вот сейчас этот бар не работает потому что ну нет людей нет смысла держать его ну здесь можно можно позагорать если хотите чтобы вас не беспокоили все убирается моется чистится несмотря даже на то что людей немного еще раз вот эти корпуса номера которые находятся ближе к морю это вот здесь можем прочитать вилла написано это уже не отель по концепции все включено это как апартаменты которые вы можете снять на любое время там есть кухня в некоторых номерах но мы заглядывали на по системе да там студия апартаменты студия с кухней холодильником то есть пригодны для жизни вот мы уже пришли в аквапарк аквапарк в отеле открылся в девятнадцатом году вот большая часть до этого был вот маленький такой маленькая часть аквапарк и в середине 19 открылась вон та большая часть аквапарка и это конечно большой плюс этого отеля если вы с детьми детям есть чем заняться особенно вне сезона это вот такой детский уголок здесь маленький аквапарк отдельный обзор горок тоже у нас будет на канале вы сможете посмотреть подробнее аквапарки горки в общем это не самый большой аквапарк но для гостиницы такого уровня вполне подходит очень даже покататься здесь же есть ресторан пляжный ресторан который работает с 10 до 6 как бар любые напитки и с часу до трех он работает как ресторан здесь можно покушать обычно это что-то на гриле овощи рис то есть перекусить ну в принципе я бы даже сказал полноценно пообедать и не идти в главный ресторан если вы хотите здесь провести все время аквапарк работают горки с одиннадцати до тринадцати то есть до обеда и затем с пятнадцати до семнадцати бассейны в аквапарке неподогреваемые но для горок это нормально вот маленький детская зона конечно сейчас опять же тут почти никого нет днем но летом я думаю что все бассейны забиты людьми при этом много шезлонгов везде то есть расположиться можно мы выходим на пляж а также сейчас посмотрим маленький зоопарк ну такое название зоопарк я бы сказала не назвала это зоопарком но три клетки с животными здесь есть называется это зу это две обезьянки вот им принесли завтрак они кушают обезьянки много козочек ну прям мне кажется очень много их пора расселять и две ой даже не две оказывается три большие черепахи вот они спят наверное сейчас им холодно мне так кажется ну в общем дети могут подойти посмотреть покормить козочек назвать прям это зоопарком не назовешь ну такой уголок с тремя животными и вот мы выходим на пляж вот здесь сейчас зонты есть лежаков нет ну просто потому что достаточно лежаков там внизу пляж как и все пляжи в Хургади с выходом в воду но зайти поплавать можно только с пирса потому что здесь мертвый коралл и можно очень долго идти по колено если вы хотите прям плавать лучше заходить с пирса сейчас мы посмотрим как а здесь на берегу ну наверное для маленьких детей и для тех кто хочет посидеть просто ногами в воде постоять посидеть есть небольшие приливы отливы вот сейчас как раз отлив да воды бывает больше но они небольшие то есть ну как мне кажется особо ни на что не влияет солнышко встает пляж ну не очень большая территория я бы сказала то есть он вытянутый получается что если сейчас не сезон мы можем лечь где угодно места хватает в любое время то в сезон наверное нужно прийти пораньше ну вот сейчас пол восьмого вообще ни одного человека все только пошли на завтрак ветра вот заметьте нет может быть нам так повезло может быть отель так расположен что ветер бывает но не такой прям очень сильный то есть нам комфортно отдыхается по погоде вот сегодня 18 декабря ночью вечером рано утром холодно конечно ну прям холодно а днем жарко солнце нагревает ну вот вы видите море ушло вот линия отлива и оно так же приходит ну это мало на что влияет потому что купаться мы все равно сейчас с вами пойдем посмотрим где мы можем пирс пирс на который мы идем у отеля вот второй который слева это не отельный уже может быть соседнего отеля я не знаю на пляже тоже есть бар вон там вверху не очень далеко в баре с 10 утра все напитки вода кола алкогольные пожалуйста в любом количестве на пляже или возле бассейна это конечно маленькие пластиковые стаканчики в барах стеклянные возле бассейна который главный подогреваемый там хорошие стаканчики такие пластиковые но твердые очень красиво сейчас солнце встает здесь можно взять напрокат для серфинга что-то для любителей но я не видела таких любителей здесь наверное они есть может быть в какой-то определенный сезон ну дайвинга конечно в Хургаде особенно возле отелей его нет рыб здесь нет ну я думаю что все кто едет в Хургаду это понимают поэтому посмотреть рыб можно на экскурсии предлагают экскурсии на остров по пути с дайвингом и даже дельфинов обещают мы не ездили и вот мне кажется изюминка отеля такой длинный пирс на котором тоже стоят лежаки можно загорать вот сейчас прям мне кажется идеально но никого нет все сейчас завтракают и с него же можно купаться вот то о чем я говорила отель крайний уже за ним пустыня там дальше ничего нет и очень далеко далеко район Эльгуна мы вчера туда ездили делать там нечего но я думаю что обзор будет у нас тоже на канале можете посмотреть если очень хочется поехать я читала что это интересное место египетская Венеция но нет как то так вот днем конечно здесь загорать здесь есть люди но опять же учитывая не сезон их немного полноценно купаться плавать можно с двух вот заходов в море сейчас немножко поменялось приливы отливы то есть они все время будут в разное время дня сейчас днем прилив вот сейчас утром отлив мы видим а днем прилив вот там в море табличка коралловый риф она полностью закрыта водой днем поэтому купаться комфортно вот один заход в море там дальше другой там глубже их всего три и можно плавать людей конечно немного не могу сказать что вода очень холодная ну конечно в подогреваемом бассейне вода теплее веселее и рядом бар что для многих является одним из одной из причин приехать в Египет в отель все включено то есть если вы расположите здесь ну конечно до бара ходить придется ну сюда можно просто прийти поплавать и лежать там на пляже если вы любите плавать еще раз зайти с берега в воду и поплыть у вас не получится придется по колено идти вот примерно до этого места поэтому специальные здесь вот такие выходы в море написано какая глубина воды но опять же она меняется с приливами и отливами поэтому будет разное здесь самое глубокие 3 метра написан я плавала вода частично теплая частично холодная какими-то такими местами слежаков ну получается много тоже на этой части их сейчас занимают там 3-4 лежака днем конечно в сезон я думаю будет занято все во многих отзывах пишут что очень далеко идти но я так не считаю что это преимуществом да когда есть куда пройтись вечером перед ужином даже просто можно сходить прогуляться к морю здесь посидеть подышать и так далее стоят лодки ну не знаю нам ни разу не предлагали на них никуда поехать какая-то стоянка у них я не видела даже чтобы они отъезжали они здесь стоят с нашего приезда ну и вот очень красивое место где можно сесть и смотреть на море это был обзор отеля Nubia Aquabitch в Кургаде подписывайтесь на наш канал поехали с нами не забывайте нажать колокольчик чтобы не пропустить новое видео спасибо за ваши лайки спасибо